Привет, друзья! С вами Илья Сплин и сегодня у нас ролик про тормоза. Я давно хотел записать это видео, так как многие не понимают, что и как из множества деталей тормозной системы мотоцикла влияет на эффективность торможения и обратную связь между тормозами и мотоциклистом. В этом ролике я постарался рассмотреть вообще все аспекты, связанные с тормозами на мото. Местами, если у вас техническое образование в особенности, вам покажется, что я говорю довольно очевидные вещи. Однако, я очень хочу, чтобы теория была понятна всем, поэтому прошу меня за эти очевидные вещи простить. Перед тем, как перейти к видео, я напомню, что мы занимаемся доставкой мотоциклов из Японии, поэтому если вы хотите обновить свой мотоцикл, либо приобрести первый байк и привезти его из Японии, то обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. Итак, давайте будем двигаться от общего к частному. Сначала рассмотрим, как работает вся тормозная система в целом, а дальше будем разбирать отдельные ее компоненты и их влияние на всю систему. А также рассмотрим то, как эти компоненты можно улучшить и что это в итоге даст. Итак, тормоза. Практически на всех современных мотоциклах они дисковые и гидравлические. Барабанные мы с вами в этом ролике не будем рассматривать, так как это уже анахронизм. Современные тормоза работают путем передачи энергии движения и усилия на рычаге ваших пальцев через несжимаемую жидкость к поршням в суппорте, которые в свою очередь прижимают колодки к тормозному диску. Звучит достаточно просто, но нам нужно превратить энергию движения всего лишь одного или нескольких ваших пальцев в силу, которая остановит тяжелый мотоцикл вместе с вами. Каким образом это происходит? Благодаря законам гидравлики. Тут сейчас будет немножко из школьного курса физики. Когда вы давите своими пальцами на рукоятку тормоза, она приводит в движение поршень главного тормозного цилиндра, который начинает толкать несжимаемую тормозную жидкость. Диаметр поршня главного тормозного цилиндра достаточно мал. Обычно в районе 10-20 миллиметров в диаметре. Диаметр тормозных поршней в суппорте, который прижимает колодки, значительно больше. Обычно это 25-50 миллиметров. Как бы окей, и что? Помните, что наша задача создать очень серьезные усилия на тормозных колодках, чтобы мотоцикл останавливался с любых скоростей. И для увеличения этого усилия служат два основополагающих фактора. Первый – это непосредственно сам рычаг. Здесь нет никакой гидравлики, исключительно механика. Если точка приложения усилия к тормозной ручке будет находиться условно в 10 сантиметрах от точки поворота, а поршень главного тормозного цилиндра в 2 сантиметрах от точки поворота, то усилие увеличится в 5 раз, но при этом перемещение поршня будет в 5 раз меньше. Давайте объясню вам примерно на пальцах. У меня в руках ручка. Я держу ее двумя пальцами вот здесь. Это точка поворота. Прикладываю усилие сюда. И простейший рычаг. Усилие здесь усиливается, при этом перемещение здесь большое, здесь маленькое. Точно так же работает ручка тормоза. Я надеюсь, что достаточно понятно. Теперь перейдем к гидравлике. Здесь как раз играет роль разница в диаметрах тормозных поршней и поршня главного тормозного цилиндра. Чем меньший диаметр имеет поршень главного тормозного цилиндра, тем больше давления он оказывает на систему при том же самом усилии. Если это не очень просто сходу понять, то представьте себе, что кто-то одного и того же веса сначала наступил вам на ногу обычным ботинком, а потом шпилькой женской. И вот здесь точно такая же аналогия. Давление, которое создает поршень главного тормозного цилиндра, передается через тормозную жидкость к поршням в суппорте. И итоговое усилие на них будет зависеть от соотношения площадей поршня главного тормозного цилиндра и тормозных поршней. Предположен, диаметр поршня главного тормозного цилиндра составляет 15 миллиметров. Его площадь тогда составит 177 квадратных миллиметров. Формула для расчета площади круга это PR квадрат. Допустим, у нас всего лишь один тормозной поршень диаметром 25 миллиметров. Его площадь составляет 490 квадратных миллиметров в этом случае. И в этом же случае усилие вырастет в 2,8 раза. Здесь тоже легко посчитать, разделить одну площадь на другую. Умножим эту цифру на 5, это увеличение усилия от рычага, и получим увеличение усилия в 14 раз. Если у нас не один поршень, а 4, то уже в 56 раз. А если поршни будут более крупные, то еще больше, потому что зависимость от площади каждого поршня квадратичная. Но есть ограничения, как по размеру поршня главного тормозного цилиндра, так и поршней в суппортах. Чем меньше поршень главного тормозного цилиндра, тем большее давление на тормозную жидкость он будет создавать. Но тем меньший объем жидкости он будет перемещать. То есть ход тормозной ручки будет расти, а он должен быть разумным. По этой самой причине некоторые современные 4-х поршневые суппорты имеют 2 поршня меньшего размера. Они будут двигаться быстрее, чем большие поршни, и точка начала торможения будет достигаться при меньшем перемещении рычага. Большие поршни присоединяются к меньшим чуть позже. И вот именно в данный момент настало время упомянуть тормозные шланги. В идеале они вообще не должны иметь никакой деформации при торможении. Так как если она есть, то вместо того, чтобы толкать поршень, ваше усилие будет тратиться на раздувание тормозного шланга. А усилие, которое будет приходиться на поршне, будет значительно меньше. Как вы понимаете, вам это не нужно. Помимо более низкого КПД, под пальцами правой руки будет не четкая обратная связь с тормозами, а какая-то каша. Именно поэтому резиновые неармированные шланги – это абсолютное зло. А их замена на приличной магистрали очень сильно скажется на ощущениях от торможения. Так, стоп. А почему на ощущениях? Разве мотоцикл не станет лучше тормозить? А вот тут нужно объяснить одну очень важную вещь. Тормозит в конечном итоге мотоцикл колесами, которые имеют некоторую силу трения с асфальтом. Все, что делает тормозная система – это замедляет вращение колеса, преобразуя кинетическую энергию мотоцикла в тепло. При этом за предел интенсивности замедления отвечает в том числе именно коэффициент трения между резиной и поверхностью. Он зависит от вашей резины, геометрии мотоцикла, а также развесовки системы мотоцикл-мотоциклист. Просто представьте себе, у вас спортбайк с самыми современными и мощными на свете тормозами. Там есть АБС и куча систем стабилизации, и вы вот на мокром холодном асфальте тормозите со 100 км в час до нуля. И у вас получится какой-то тормозной путь. Если на следующий день будет сухо и тепло, и вы проделаете точно такое же экстренное торможение, то ваш тормозной путь уменьшится. А теперь подумайте, ведь тормоза при этом всем у вас остались те же самые, но тормозной путь разный. Что это значит? Это значит то, что если у вас хватает сил прожать тормоз мотоцикла на любой заданной скорости до точки начала блокировки колеса, то даже если вы поставите на него сколько угодно совершенную тормозную систему, тормозной путь при однократном экстренном торможении у него не изменится никак. Очень важно сейчас понять, это справедливо только в том случае, если даже с простыми тормозами вы можете, ударив по этим самым тормозам, добиться грани срабатывания АБС или блокировки. Я понимаю, что сейчас для кого-то это звучит как рассказ о плоской земле, но это так. Если ваших сил хватает, чтобы моментально прожать передний тормоз заданной скорости до начала блокировки колеса, то для уменьшения тормозного пути при максимально интенсивном торможении вам нужно увеличивать коэффициент силы трения колеса с асфальтом. От геометрии и распределения веса тоже многое зависит, так как чем короче мотоцикл и чем выше и ближе к переднему колесу его центр тяжести, тем больше он будет пытаться встать в стопе раньше, чем наступит момент максимального замедления. Такого, когда колесо максимально близко к блокировке. Надеюсь, это не звучит слишком сложно. Теперь вы знаете, почему нельзя экономить на резине. Большие тормоза могли бы бесконечно сокращать тормозной путь при экстренном торможении только в одном случае. Если бы максимальная сила трения между колесами и асфальтом была бы бесконечной. В этом случае да, чем мощнее тормоза, тем меньше тормозной путь. Но в реальности мы имеем лимитированную максимальную силу трения, поэтому вопрос сокращения тормозного пути, начиная с определенной мощности тормозов, это вопрос сцепления колес с дорогой. Возникает логичный вопрос. Если даже достаточно простая тормозная система позволяет эффективно останавливать мотоцикл, и ее улучшение не уменьшит тормозной путь при экстренном торможении, то зачем вообще что-то улучшать? Ответов два. Первый – это перегрев. Мы помним, что тормоза, если смотреть с точки зрения физики, преобразуют кинетическую энергию мотоцикла в тепло, которую они рассеивают. И возможности рассеивания далеко не бесконечны. Помните формулу расчета кинетической энергии? Это МВ квадрат пополам. В ней мы видим прямую зависимость от массы и квадратичную от скорости. Все просто. Если мотоцикл вдвое тяжелее, тормозам нужно рассеять вдвое больше энергии. С ростом скорости в два раза количество энергии, которую нужно рассеять, увеличивается уже в четыре раза. Если скорость растет в три раза, то в девять и так далее. Простые тормозные системы способны выдержать одно экстренное торможение с высокой скоростью. Может быть, два. При интенсивной езде по треку или серпантинам, такие тормозные системы быстро перегреются и сначала потеряют эффективность, а после мотоцикл вообще останется без тормозов. Совершенные тормозные системы рассеивают тепло гораздо, гораздо эффективнее дешевых. Второй момент – это удобство управления замедлением и обратная связь тормозов. Чтобы было проще понять, представьте себе стоп-кран у поезда. У него есть два положения. Он не активирован, либо блокирует колеса. Условно, вкл и выкл. Какие-то промежуточные положения возможны, но нормально управлять замедлением с его помощью не выйдет. Так вот, чем проще тормозная система на мотоцикле и чем тяжелее этот самый мотоцикл, тем большее управление его замедлением походит на этот самый стоп-кран. Вам приходится прикладывать большое усилие к тормозной ручке. Оно уходит на раздувание шланга, изгиб суппорта и перемещение двух маленьких поршней. И в итоге управлять замедлением очень неудобно, а точку блокировки колеса очень сложно почувствовать. Очень многое при нажатии на тормоз дешевой тормозной системы происходит неоптимально. И мы очень скоро с вами разберемся, что именно. Несмотря на то, что тормозные системы в первую очередь должны иметь возможность останавливать мотоцикл, а во вторую делать это предсказуемо и прозрачно в любых условиях, они также оказывают влияние на управляемость мотоцикла. Во-первых, тормоза являются частью неподрессоренной массы мотоцикла, а величина неподрессоренных масс оказывает значительное влияние на работу подвески. Объясню понятие неподрессоренной массы и ее важность совсем на пальцах. Это масса, которая не держится подвеской, то есть это колесо, резина, тормозные диски, суппорты и нижняя часть вилки. Чем она меньше, тем проще изменять скорость этой части от движения вверх к движению вниз, а значит проще сохранять контакт с дорогой. Меньше неподрессоренной массы лучше управляемость. Во-вторых, это момент инерции, создаваемый тормозами при вращении колес. Чем он больше, тем сложнее увеличивать скорость вращения, уменьшать скорость вращения, а также сложнее наклонять мотоцикл. Это сложнее понять, но это тоже факт. Понятное дело, что чем больше и тяжелее тормоза, тем больше момент инерции. Как с ним борются? Можно уменьшать массу тормозов и двигать центр масс ближе к центру колеса. Вот так вот выглядели старые тормозные диски мотоциклов. Они состояли из одного материала и были очень тяжелыми. В современном мире их делают двухсоставными. Там, где не нужна сталь, используется более легкий алюминий. На некоторых мото внутренняя часть отсутствует вообще. Также для уменьшения веса и улучшения теплоотвода диски перфорируются. Теперь давайте разбирать различные компоненты тормозной системы. Пойдем от простого к сложному. Про важность шлангов мы с вами уже поговорили, продолжим говорить о простом. На этот раз о тормозной жидкости. Ее главная задача быть не сжимаемой в любых условиях. Как мы знаем, при торможении выделяется огромное количество тепла. Часть из которого идет о нагревании тормозной жидкости. И чем выше ее точка кипения и меньше вязкость, тем лучше передается тормозное усилие и тем дольше вы будете иметь возможность тормозить. Так как закипание жидкости делает ее сжимаемой и тормоза у мотоцикла тут же пропадают. Проблема тормозной жидкости заключается в гигроскопичности. Она поглощает воду из воздуха и со временем точка кипения смещается в область более низких температур. Именно поэтому ее важно заменять раз в два года, а также хранить только в плотно закрытой емкости. Обычно жидкости называются DOT 3, 4 и 5.1. Обычная DOT 5 не рекомендуется для мотоциклов. И обычно чем больше цифра, тем меньше вязкость и выше точка кипения. Теперь давайте говорить о тормозных дисках. Как я уже сказал, раньше они просто делались из куска стали. Они выполняли свою функцию, но имели минусы. Про неподрессоренную массу и высокий момент инерции вы уже в курсе, но это еще не все. При сильном нагреве такие диски подвержены тепловому деформированию. Колодки начинают работать плохо и по-разному прилегать с разных сторон. Эффективность торможения значительно падает. Стальная центральная часть также еще и плохо рассеивает тепло. И с точки зрения охлаждения такая конструкция тоже не оптимальна. Большинство современных тормозных дисков имеет полуплавающую конструкцию. Как в таком случае устроен диск? Центр делается из легкого сплава и с помощью этого центра диск крепится к колесу. Тормозная же поверхность таких дисков изготавливается из стали. А сталь и алюминий имеют разный коэффициент теплового расширения. Поэтому их нельзя сваривать между собой. Диск просто разорвет при нагреве. Для соединения используются специальные штифты, которые позволяют двум составным частям расширяться вне зависимости друг от друга. Также, благодаря этим пальцам, меньше тепла передается на центральную часть тормозного диска. И как результат, такие диски не только легче, но и меньше деформируются при нагреве. Однако, все равно деформируются с теми же проблемами, но в меньшем масштабе. Неполное и неравномерное пролегание колодок с разных сторон. Но можно сделать диски еще эффективнее. И такие диски называются плавающими. Конструкция таких дисков практически такая же. Это легкий сплав в центре, сталь снаружи и штифты. Однако, стальная часть диска может на незначительное расстояние перемещаться по штифту влево-вправо. Обычно это от полумиллиметра до миллиметра. Зачем это нужно? Такой диск является самоцентрирующимся. При нагреве, даже если он подвержен тепловой деформации, наличие возможности слегка двигаться в стороны позволяет колодкам плотно и равномерно прилегать к нему с обоих сторон. Поэтому в гонках и на мотоциклах высокой мощности стоят именно плавающие диски. У них есть и минусы. Они могут немного греметь, а также при длительной езде без использования тормозов, они теоретически могут слегка больше раздвигать колодки, чем это нужно. Поэтому, когда придется тормозить, ход ручки тормоза может оказаться больше ожидаемого. Лично я с таким не сталкивался, но теоретическая возможность этого есть. И нельзя не упомянуть плюсы обычных сплошных дисков. Они обычно используются в эндуро, так как из-за большого количества песка и грязи полуплавающие и плавающие диски могут страдать, как раз в местах соединения центра и ротора. Еще одна характеристика дисков – их диаметр. Чем они больше, тем больше рычаг при торможении, тем больше теплоемкость и тем эффективнее торможение. Однако при этом же тем больше неподрессоренная масса и момент инерции. Бьюилл, например, экспериментировал с установкой одного огромного тормозного диска диаметром почти со всего колесо, но этот эксперимент не был признан удачным. Минусы перевешивали плюсы. В настоящее время на самых производительных дорожных мотоциклах стоят по самому тормозные диски диаметром 320 мм. В последнее время стал появляться диаметр 330 мм, например, у Ducati. Последнее, что стоит обсудить у тормозных дисков – это перфорация, толщина и волнистость внешней части. Начну с толщины. Чем толще диск, тем дольше он служит, тем больше тепла может поглотить, а тем тяжелее он будет. Нельзя взять и просто поставить на свой мотоцикл диск иной толщины, поэтому более подробно мы обсуждать это не будем. Касательно перфорации. Практически все современные тормозные диски перфорированы. Перфорация делается для увеличения площади поверхности диска, что позволяет лучше рассеивать тепло, ну и чуть-чуть снижает вес самого тормозного диска. Теперь про волнистые диски. Они какое-то время были очень распространены, так как считалось, что они тоже лучше рассеивают тепло. Но по итогам испытаний почти все в гонках от такой формы отказались. Например, Kawasaki очень долго использовала волнистые диски на своих гоночных ZT10R, однако позже стала ставить обычные круглые тормозные диски. Поэтому насколько волнистец на самом деле эффективна, я вам не подскажу. Гоночные команды решили, что видимо не на сколько. А теперь переходим к гораздо более сложной теме, к суппортам. Опять будем двигаться от простого к сложному. Задача любого суппорта – прижимать тормозные колодки к тормозному диску. Но вот делают они это по-разному. Простейший тормозной суппорт называется плавающим. В отличие от плавающих тормозных дисков, которые наиболее спортивные, с суппортами все как раз наоборот. Они наиболее простые. Обычный плавающий суппорт состоит из двух частей и имеет поршень или поршни, только с одной стороны. При нажатии на тормоз поршни упирают колодку в одну часть диска, а другая сторона суппорта подтягивается, после этого с другой стороны диска. Отпускаете тормоз, и обе колодки отползают в стороны, если пальцы суппорта хорошо смазаны. У такого суппорта есть преимущество. Если вы его используете с неплавающим тормозным диском, то суппорт может несколько компенсировать тепловую деформацию диска. Обычно плавающие суппорты не имеют больше двух поршней. Как минимум, количество поршней ограничивает их физический размер. Из начала ролика мы помним, что чем меньше площадь и количество поршней, тем большее требуется усилие на ручке тормоза. Поэтому с точки зрения как затрачиваемой силы на торможение, так и с точки зрения прозрачности обратной связи тормозов, плавающие суппорты, мягко говоря, не оптимальны. При высыхании смазки они так и вовсе начинают больше тормозить одной стороной. Обычно плавающие суппорты ставятся не на ориентированные на производительность мотоцикла. А как же тогда выглядят суппорты, которые ориентированы на производительность? Это суппорты, в которых поршни, которые прожимают колодки к диску, находятся с двух сторон. С точки зрения гидравлики и преимуществ, думаю, все понятно. Обычно суппорты такого вида устанавливаются в качестве передних тормозов мотоцикла и имеют 4 или даже 6 поршней. Большее количество поршней позволяет прикладывать меньшее усилие к ручке тормоза для достижения того же уровня замедления по сравнению с плавающим суппортом. А расположение поршней с двух сторон обеспечивает равномерное прижатие колодок тормозному диску, особенно если он плавающий. Очень долгое время такие суппорты делались из двух половинок, которые либо сваривались между собой, либо соединялись болтами, так как каждой из половинок нужно было сделать отверстие для поршней и канала для тормозной жидкости. Такие суппорты были лучшими до появления моноблочных. Моноблочные называются так, потому что сделаны из цельного куска металла, там нет никаких двух частей, соединенных друг с другом. Первыми технологию изготовления таких суппортов разработала компания Brembo и начала их внедрять в MotoGP в 1994 году. Технология была достаточно сложна, так как пресловутые отверстия очень непросто сделать изнутри с двух сторон. Впервые на серийном мотоцикле моноблочные суппорты появились лишь в 2006 году. По причине сложности изготовления такие суппорты значительно дороже. Для чего же они нужны? Ответ простой, они очень жесткие. Если обычные суппорты могли несколько изгибаться в местах сварного шва или болтового соединения, то моноблочные этого недостатка лишены. Помимо этого моноблоки меньше весят. Если вы думаете, что по сравнению с двухсоставными неплавающими суппортами преимущества невелики, то это неверно. Когда конструкция обкатывалась в гонках, команда меняла шестипоршневые двухсоставные суппорты на моноблочные четырехпоршневые. Они тормозили не хуже, но были легче. Даже установка обычных двухсоставных четырехпоршневых суппортов вместо плавающих двухпоршневых дает огромный прирост производительности и прозрачности обратной связи тормозов. Моноблоки вместо двухсоставных суппортов не дадут такое же ощущение разницы, однако сейчас мы с вами будем разбирать множество нюансов, которые понемногу улучшают тормоза. И в совокупности они, поверьте, дают совсем иную картину. Мне не раз приходилось пересаживаться с мотоцикла, у которого просто хорошие тормоза, на мотоцикл с великолепной тормозной системой. И разница чувствовалась очень сильно, хотя диаметр дисков и количество поршней было одинаковым. Продолжим разбираться в тонких материях суппортов, и на очереди у нас два типа их крепления – осевое и радиальное. Начнем с более дешевого и распространенного осевого. В этом случае суппорт закрепляется на вилке болтами, которые перпендикулярны спицам колеса. И что же с этим типом крепления не так, спросят многие. На самом деле все так, и для дорожных мотоциклов такой тип крепления вполне годится. У него нет больших минусов, но он уступает другому типу – радиальному. При радиальном способе монтажа болты, удерживающие суппорт на вилке, параллельны спицам колеса. Что это вообще дает? Потому что, если так подумать, ну, наверное, ничего, но нет. Несколько преимуществ. Первое. Болты крепления не изгибаются при торможении, и конструкция становится жестче. Второе. Суппорт легче центрируется относительно диска. Он центрируется в жестко поставленных отверстиях, а при осевой же установке суппорт сидит на скользящих штифтах, которые не дают идеальной центровки. Третье. Можно быстро заменить тормозные диски на диски большего размера без замены суппорта или крепления суппорта. Со сливыми суппортами это невозможно, там нужны проставки. Это не очень нужная функция для дорог общего пользования, но нужная для гонок. Надеюсь, что вы еще не устали, потому что на очереди у нас колодки. С ними все одновременно не очень сложно, так как их всего три типа, но и довольно заморочено, так как в каждом типе могут встречаться очень разные по составу модели, поэтому расскажу вкратце только основное. Первый тип это органические колодки. Обычно они используются на повседневных мотоциклах без претензий на высокую производительность. Они довольно быстро изнашиваются, слабо изнашивают тормозные диски, выделяют достаточно много пыли, но главный минус это то, что они быстро перегреваются при интенсивной езде и требуют большего усилия на ручке тормоза, так как имеют более низкий коэффициент трения по сравнению с другими типами. Также на них нет ощущения укуса при начале торможения, что вот хватает сразу, как бы вы только нажали на ручку. Зато они дешево стоят, это хороший вариант для спокойной городской езды. Второй тип это спеченные синтерет по-английски, если вы вдруг будете покупать их в магазине. Эти колодки находятся на противоположной чаше весов. Они изготавливаются путем запекания при высокой температуре и давлении порошка из металлического сплава с другими компонентами. Главное, что нужно знать про спеченные колодки, это то, что они бывают очень разными. Даже в линейке Brembo есть несколько видов, от тех, которые практически не требуют прогрева, но не очень приспособлены под трек, до тех, что плохо работают в холодном виде, но отлично работают при высоких температурах. При покупке таких колодок обязательно читайте, что вы покупаете, чтобы потом не ругаться на колодки, которые вам вообще не подходят. Отличительная особенность этого класса колодок это повышенный износ тормозных дисков, но при этом также повышенная износостойкость самих колодок. Все колодки для трека, в том числе керамические, относятся именно к этому классу. Часто они требуют прогрева для того, чтобы начать корректно тормозить. Также они стоят значительно дороже, чем органические и больше скрипят. И последний тип колодок это полуспеченные, либо semi-sintered, если вы будете читать на упаковке. Они являются гибридом между двумя первыми типами, так как содержат в составе компоненты обоих типов в абсолютно разных пропорциях в зависимости от модели. Могут быть неплохим выбором для большинства городских мотоциклистов. Я могу посоветовать лишь внимательно читать описание производителя, выбирая такие колодки. Обычно он описывает, для каких условий эксплуатации колодки подходят больше всего. С колодками, я надеюсь, мы разобрались и перейдем к последнему компоненту тормозных систем. Это к главным тормозным цилиндрам или тормозным машинкам, как их еще называют. Для большинства мотоциклов стоят осевые и главные тормозные цилиндры. Их легко отличить, в них поршень давит на тормозную жидкость параллельно рулю. То есть вы тянете рычаг на себя, а ось передачи усилия повернута на 90 градусов от этого направления. Эта конструкция существует десятилетиями и, в общем-то, отлично работает по сей день. Зачем что-то менять? Для ответа на этот вопрос давайте разберемся, какая альтернатива вообще существует. Альтернатива называется радиальным главным тормозным цилиндром. Коренное отличие заключается в том, что ось передачи усилия параллельна усилии на ручке тормоза и перпендикулярна, соответственно, рулю. Какая разница? Сначала расскажу вам про историю появления конструкции этого типа. Ее в 1985 году запатентовала компания Brembo. И уже в 1986 году ей был оснащен мотоцикл гонщика Эдди Лоусона в MotoGP, который выиграл в тот год сезон в классе 500 кубов. Он был впечатлен невероятно линейной обратной связью тормозов с такой тормозной машинкой и предложил Brembo продолжить работу над конструкцией. Они продолжили. В 1988 году конструкция стала уже сильно похожа на современную. А на серийных дорожных мотоциклах впервые такая машинка появилась на апреле RSV4 в 2002 году. В чем плюсы? Меньше размер конструкции и выше ее коэффициент полезного действия, так как движение передается в том же направлении и меньше потери на трение. В дополнение к этому сама конструкция жестче и имеет возможность очень широкой настройки. Например, у некоторых моделей Brembo можно моментально поменять расстояние от точки вращения до тормозного поршня, что очень сильно влияет на характеристики торможения. Все это дает еще более четкую обратную связь и возможность адаптировать тормоза под конкретную погодную ситуацию и ваши личные предпочтения. Что я могу сказать в заключение? Есть компоненты, замена которых сразу дает колоссальную разницу в ощущении тормозов. Это тормозная магистраль, четырехпоршневой суппорт вместо двухпоршневого и больший диаметр тормозных дисков. Ну и колодки тоже сюда можно отнести. Если после этого заменить обычный четырехпоршневой суппорт на, например, радиальный, вы не почувствуете огромной разницы. Но если будут стоять радиальные моноблоки, радиальная машинка и все остальное, разница снова будет огромной. Я, например, чувствую огромную разницу в тормозах у своей Augusto Tourismo Veloce и BMW S1000RR. Хотя, казалось бы, на бумаге разница между тормозными системами не очень велика, а вес Augusto со мной и S1000RR со мной отличается очень не сильно. Ну и очень важный вывод, который можно сделать из этого ролика. Не экономьте на резине, потому что во многих условиях именно она, а не ваша тормозная система, определяет, как быстро вы остановитесь при экстренном торможении. Вот и все, что я вам хотел рассказать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok